Молитвы, проведенные в мечети, самые ценные. Они приумножаются втрое. Но, к сожалению, хотим мы этого или нет, в этом году собираться большим количеством не получится. Не будет ни теравих намазов, ни коллективных ифтаров. Вот оно, главное ограничение, которое не может обойти в священный месяц Рамазан. Коллективные молитвы, совместные разговения с родственниками, знакомыми, соседями. Все то, что и является основной особенностью поста. В этом году из-за распространения коронавируса молитвы во всех мечетях пройдут без верующих. Муфти мусульман Крыма призывает совершать намазы дома вместе со своей семьей. Рамазан – важный период жизни мусульман. 30 дней с особой атмосферой добра, радости и объединения. Сейчас из-за пандемии есть возможность побыть наедине с собой, со своей семьей стать ближе к Всевышнему. Пусть месяц Рамазан спасет нас от всех невзгод, в том числе и от эпидемии. Надеюсь, что ваши искренние молитвы будут услышаны. Желаю духовного очищения каждому и чтобы не жаловались на эти дни. Даст Всевышний и мы еще раз застанем те дни, когда сможем собираться вместе. Берегите себя и близких. В канун священного месяца у крымских татар принято готовить мучные блюда. Обычай называется хохучхармах, то есть наполнить дом запахом жареной еды. Режим самоизоляции не влияет на условия соблюдения поста. В Рамазан верующим нельзя есть и пить от восхода до заката солнца. Людям с проблемами здоровья делать это не рекомендуется. Неизменным остается Фетер Садаха Милостыня. Ежегодно муфти от Крыма рассчитывает размер пожертвования. В этом году он составит 250 рублей. Глава семьи дает Садаха за себя и за всех, кто находится на его попечении. Если в семье живут четверо, то и размер выплачивается за четверых. То есть от такой семьи исходит 1000 рублей. Пост духовного и нравственного очищения закончится 24 мая. На протяжении священного месяца на телеканале Миллет будет транслироваться программа Мераба Рамазан. К сожалению, мы не можем сейчас ездить на ифтары и так далее, потому что они не проходят. И к людям домой тоже ездить мы не можем сейчас в этих условиях. Но будут прямые включения по скайпу с имамами. Ведущие и гости программы смогут отвечать на звонки зрителей в прямом эфире. Вот вы видите сейчас декорации Саба стоят. Вот в этой студии буквально через пару часов начнется монтаж студии Мераба Рамазан. Вчера мне показали уже. Очень симпатично выглядит. Думаю, все наши соотечественники оценят. Ведущие готовы, рубрики готовы. С сегодняшнего дня мы запускаемся. Начало передачи будет в 19.45, сразу после выпуска «Хаберлер вечерний». Сотрудники муфтиата поздравляют мусульман с наступлением священного месяца и желают всем здоровья и терпения.